Аплодисменты При этом приходилось принимать непростые решения. В середине 90-х нужно было выбирать либо прежняя структура с отдельным городом и районом, или единый муниципалитет. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Муниципальный район, город Анапа, или муниципальное образование, город, курорт Анапа. Сегодня есть разные, ну и статус, конечно, дает другие возможности развития курорта. Мы бы могли потерять ту градообразующую отрасль, это курорт. Сегодня мы его сохранили, который дает возможность развиваться городу и в дальнейшем, городу, району. Принять правильно, грамотное правительское решение, когда и сроки поджимают, и края там уже просит настойчиво, так нахнулив, они умеют настойчиво просить. И в то время нужно было просчитать все, продумать и принять такое правительское решение. Это, конечно, нужно было подготовку, квалификация, профессионализм. Похожая история есть у каждого, кто находится в зале. При этом муниципалитет во всех смыслах – ближайшая инстанция. Сегодня ваша компетентность, ваша обязательность, ваша быстрота исполнения тех или иных вручений или тех или иных заявлений и просит сразу, конечно, сказываться на жизненном уровне наших граждан и, конечно, на их настроении. Валерий Королев отметил, что в зале много молодежи. Многие из них сегодня участвуют в работе территориального общественного самоуправления. Это в том числе и прямой канал связи между муниципалитетом и населением. Это своего рода лифт, лифт из низов вверх, кто захочет, допустим, показать себя, проявить себя. И это вот в этом случае тогда дорога молодежи. И поэтому молодежь тоже вступает, чтобы себя показать, во-первых. Ну а во-вторых, это если уже человек просто не стремится, часто попадается и молодежь, которая именно болеет душой за свое село, за свой поселок, за свой хутор, как вот у нас. Общественному и местному самоуправлению вместе предстоит решать задачи по дальнейшему развитию города-курорта по-своему непростые и интересные. Александр Ребекко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.